Главное в ходе этих экспериментов не убить чипсет. Гиперпоточность. Лучшее изобретение Intel в 21 веке. Небольшая доработка процессора, которая позволяет каждому ядру выполнять два потока. Это может бустануть производительность при минимальном росте нагрева. С выходом Ryzen AMD тоже реализовала в своих процессорах функцию одновременной многопоточности. Сейчас это уже стандарт. Однако с релизом 12-го поколения в LGA1700 Intel отобрала гипертрейдинг у малых ей ядер. И теперь ходят слухи, что все синие процессоры на будущем сокете LGA1851 лишатся этой фичи. Сколько ядер, столько и потоков. В чем причина такого странного шага? Сколько на самом деле стоит реализация этого самого деления? Как сейчас софты игры работают с многопоточностью и двумя типами ядер? Как нам все это проверить? В будущих процессорах Intel сама пока еще не особо разобралась. Но можно взять последний и единственный интересный из 14-го поколения i7-14700KF и начать в нем всякое отключать. На связи МК. Проверим, что дает гипертрейдинг и энергоэффективные ядра в 2024 году. Поехали. Какой ноутбук можно взять в ДНС до 30 тысяч? Пластиковая корыта без портов с тормозным селероном. Челюбинская компания eChips предлагает за эти же деньги ноутбук Hot с четырехъядерным Core i3 и 8 гигабайтами ОЗУ. 15-ваттный мобильный процессор находится на уровне легендарного i7-2600K. Он способен легко тянуть обработку в Photoshop. Вот, например, наш тяжелый рейтинг видеокарт весом 80 мегабайт. И, конечно же, 4К-ролики на YouTube. Матовая 15-дюймовая Full HD IPS-матрица имеет хорошие углы обзора. Ноутбук легок в обслуживании. Имеет дополнительный порт под SSD, то есть можно добавить еще памяти. Система охлаждения позволяет процессору не перегреваться даже в требовательном тесте SignBench. Встроенная графика Intel UHD тянет большинство популярных онлайн-игр. Танки летают в HD-клиенте, Dota работает без тормозов в Full HD, а вот в тяжелый второй КС поиграть получится только в 720p. У Ноута прочный алюминиевый корпус, русская клавиатура с нон-падом, который оценят студенты и бухгалтеры. У многих моделей есть еще и силиконовая накладка на клавиатуру, не страшно разлить кофе. Множество портов позволяют подключить все, что угодно от флешек и мониторов, вплоть до microSD-карты, даже Ethernet. Аккумулятора на 4500 махов хватит до 6 часов работы, а камера на 2 мегапикселя позволит без проблем проводить видеоконференции. Лэптоп производится в Китае на тех же заводах, что и ноутбуки от Acer и HP. E-чипс настолько уверены в его качестве, что дают до 3 лет гарантии в России. Еще и топовый сервис. При поломке на дом к пользователю приезжает курьер, забирает ноут, а на время ремонта выдает подменный, точно такой же. А ремонт не дольше 10 дней. Компания лидер по продажам на Озон. За 3 года в России продали больше 100 тысяч суровых челябинских ноутбуков. Ссылка на недорогую рабочую лошадку в описании. Начнем, как обычно, с небольшой истории. Впервые гипертрейдинг появился на процессорах Pentium 4 в далеком 2002 году, и успеха тогда не снискал. В те годы весь софт был однопоточным, и прирост производительности от второго виртуального ядра был временами даже отрицательный. Поэтому через пару лет с релизом линейки Core Duo Intel отказалась от многопоточности в сторону честных 2- и 4-ядерных процессоров. Но вот уже в 2008-м приходит линейка Core i7, процессоры в которой имели по 4 ядра и 8 потоков. Intel нужно было конкурировать с AMD, чьи 4-ядерные феномы стоили куда дешевле Core 2 Quad. А на горизонте маячили красные 6-ядерники, которые неплохо себя чувствуют и сейчас. С тех пор от многопотока Intel не отказывалась. Да, были линейки типа Core i5 и даже i7, полностью лишенные гипертрейдинга, но топы в каждом поколении имели виртуальные потоки. С выходом LJ1200 в 2020-м компания и вовсе оставила без многопоточности только младший Celeron. Все остальные линейки процессоров могут им похвастаться. У AMD всегда был свой подход. В нулевые и в начале десятых компания не видела смысла многопоточности и продолжала наращивать число ядер. И эта ставка сыграла. Восьмиядерные FX до сих пор ищут раскрытие потенциала, но с выходом Ryzen в 2017-м году компания сдалась, повторив подход Intel с двумя виртуальными потоками на ядро. А с релизом iM5 у красных вообще не осталось ни одного процессора без гипертрейдинга. Получается, за пару лет на рынке практически не осталось процессоров без многопоточности. Зачем тогда Intel от нее отказываться? Первая мысль, которая приходит в голову – реализация виртуальных потоков стоит дорого. Но в конце нулевых мы видели дешевый атом с многопоточностью. Разница в цене между Celeron и Pentium, отличающихся как раз гипертрейдингом, составляет лишь пару десятков долларов. С точки зрения схемотехники, реализация одновременной многопоточности тоже достаточно проста. Для этого физическое ядро снабжают двумя наборами регистров и парой контроллеров прерывания. Остальные компоненты, такие как кэш и конвейер, остаются общими. Это практически не влияет на транзисторный бюджет, а значит и цену. Но если дело не в деньгах, то в чем? Возможная причина – безопасность. В процессорах Intel постоянно находят дыры, многие из которых серьезно влияют на производительность. И раз благодаря гипертрейдингу на одном физическом ядре крутятся два разных потока данных, возможно в этой технологии кроется уязвимость, которая позволяет одному логическому ядру узнавать данные из второго. Разумеется, Intel раскрывать данные о такой дыре невыгодно, но если они обнаружатся в будущем, это катастрофически повлияет на все процессоры с гипертрейдингом. Возможно именно поэтому техногигант хочет перестраховаться и заранее отключить эту технологию у своих будущих процессоров. Эту теорию проверить мы не можем, но есть еще одна возможная причина. Честные Е-ядра могут оказаться лучше виртуальных потоков. Проверим это предположение на одном из лучших Raptor Lake Refresh, 20-ядерном Core i7-14700KF. 8 больших ядер с 16 потоками и 12 малых кокосов отлично подходят для реализации плана. Для начала проверим сток, когда все ядра и потоки активны, так процессор эксплуатирует большинство пользователей. Далее отключим УП-ядер гипертрейдинг, эмулируя таким образом будущие процессоры Intel. Ну а под конец отключим Е-ядра и проверим, как производительные кокосы справляются в одиночку, в том числе и без многопоточности. Тестировать процессор будем на одной из самых топовых плат MSI Z790 Tomahawk. Мне сказали правильно говорить так. Да, это те самые партии Tomahawk, у которых выходит из строя чипсет. Надеюсь, материнка за 30 тысяч не умрет у меня на руках. Это больно треснет по моему карману. Разогнанный с завода 20-ядерник крайне горяч. У меня не было нормального кулера, поэтому для его охлаждения я сходил в магазин и купил дешманскую трехсекционную воду от ID Cooling, которая формально вот этой пяткой должна отводить 350 ватт тепла. Но она не справилась. В тесте Cinebench R23 процессор моментально взлетает до сотни градусов при 250 ваттах, и приходит мистер Троттлинг. Пришлось заняться андервольтингом, но даже с ним получить стабильные 5,5 в тяжелых рабочих задачах нереально. В итоге мы остановились на 5,3 ГГц на больших ядрах и 4,2 на малых с потреблением около 200 Ватт при нагреве почти в сотню градусов. Задняя сторона платы под ВРМ прогрелась за полчаса до 85 градусов, а значит, мосфетом еще теплей. Поэтому, если хотите себе взять топовый современный Intel под разгон, понадобится доска самого высокого уровня и лучшие водянки. Сразу отвечу на вопрос о низкой частоте. Да, в играх процессор греется ощутимо слабее, если рабочие задачи не важны, его можно разогнать и выше стоковых 5,5, но нам сейчас интересна работа гипертрейдинга в широком спектре тестов. Поэтому множитель всех ядер был зафиксирован в BIOS на максимально возможном уровне для частоты эксперимента. Оперативная память – два модуля ADATA DDR5 по 16 ГБ на частоте 6000 МГц. Можно было взять и быстрее, но результат и так выше, чем на любом Ryzen. Начнем с CPU-Z. Этот бенчмарк отлично параллелится на любое количество ядер и зависит только от самого процессора, поэтому в нем сразу же всплывает очевидная проблема гипертрейдинга. Так как у виртуальных потоков один общий конвейер, они начинают бороться за место. Из-за этого уплотнение вычислений при наличии большого количества малых кокосиков практически не дает профита. При отключении многопоточности теряется лишь 15% производительности. А вот Е-ядра в таких задачах дюжи хороши. Их выключение тормозит процессор сразу на 40%. То есть в вычислительных задачах с высокой параллельностью энергоэффективные ядра оказываются гораздо выгоднее многопоточности. Это же подтверждает тест рендеринга изображений в Cinebench. Он тоже хорошо параллелится на большое количество ядер и практически не зависит от оперативки. Поэтому картина здесь аналогична с CPU-Z. Отключение гипертрейдинга снижает производительность на 15%. А вот избавление от энергоэффективных ядер может просадить попугаев сразу на 35%. Так что снова Е-кокосы оказываются интереснее виртуальных потоков. Совершенно иная картина в тесте у Кранчера, который вычисляет миллионы знаков числа Пи после запятой. Эта задача отлично параллелится и требует огромного количества оперативной памяти. Поэтому ее скорость выходит на передний план. Выключение гипертрейдинга замедляет расчеты лишь на 10%. Отключение Е-ядер на 20%. Даже полное избавление от энергоэффективных кокосов и гипертрейдинга снижает производительность только на 40%. То есть упор явно не в процессор. Но даже в таком тесте Е-ядра вновь важнее многопоточности. Еще один бенчмарк, который опирается на оперативку 7-Zip. Тесты архивации чувствительны к скорости ОЗУ, но все-таки процессор куда важнее. Отключение гипертрейдинга просаживает производительность на 20%. Отрезание Е-ядер замедлит Core i7 на 35%. Общая картина вновь не меняется. 12 Е-ядер все равно куда важнее 8 виртуальных потоков. Заодно проверим 14700KF в реальной обработке видео. 3-минутный 4K-ролик в премьеру с эффектом блика стоковый 20-ядерник отрендерил почти за 12 минут. Это единственный тест, где отключение многопоточности ускоряет расчеты и дарит 30 секунд. А вот Е-ядра лучше не трогать. Без них придется ждать на минуту дольше. И под конец бенчмарков 3DMark Time Spy, который тестирует лишь игровую производительность процессора. Здесь ситуация аналогична. Потеря гиперпоточности замедляет CPU лишь на 10%. А вот отключение Е-ядер затормозит процессор в играх сразу на четверть. Ставка Intel на Е-ядра очевидно сыграла. Абсолютно во всех тестах, даже с упором в оперативку, 12 энергоэффективных ядер легко обгоняют 8 больших виртуальных потока. Но, тем не менее, гипертрейдинг везде, кроме премьера, дает дополнительный буст производительности в 10-15% с минимальным влиянием на энергопотребление. Поэтому все еще непонятно, зачем Intel отключила эту полезную функцию. Возможно, дело в играх. Тесты будем проводить на достаточно мощной RTX 3080 Ti. Ну, мы так думали. По факту, i7-14700K оказался настолько быстр, что даже в Full HD с апскейлерами на ультрапроизводительность упор часто был в видеокарту. Поэтому пришлось снизить разрешение до 720p. Тесты проводились на последний обновленный Windows 11 с директором потока, который должен помочь играм лучше жонглировать разными ядрами. По традиции, начнем с киберпанка. За три года полировки игра стала идеальным бенчмарком для процессоров. Просто посмотрите на ровную загрузку абсолютно всех 28 потоков на радость зионщикам. По логике, в лидерах должен был быть стоковый вариант Core i7. Но на деле быстрее всех оказался урезанный процессор с восьмью большими ядрами и гипертрейдингом. Складывается впечатление, что движок нерационально использует оба типа ядер. С одной стороны, он серьезно нагружает энергоэффективные кокосы, они действительно дают буст производительности при отключенном гипертрейдинге. Но с другой, ей ядра в киберпанке работают явно хуже виртуальных потоков P-ядер. Поэтому сток оказывается практически в аутсайдерах. В любом случае, трепыхание с энергоэффективными кокосами и многопоточностью в киберпанке чисто гомеопатические. 8 больших ядер без гипертрейдинга минимально отстают от стокового Core i7 с 28 потоками. А вот в солнечном Far Cry 6 ситуация иная. Игра не умеет грузить больше 12 потоков, и в стоке директор потока старается растащить нагрузку по 8 большим кокосам. При этом он почти не использует многопоточность, и вместо этого перекладывает работу на 4Е ядра, из-за чего отключение гипертрейдинга практически никак не влияет на FPS. Такой подход имеет смысл. При активных 8 больших ядрах с многопоточностью директор не работает, а сам движок грузит потоки подряд, из-за чего фактически работает только 6 ядер и сильно падает FPS. Поэтому неудивительно, что самые высокие кадры показал максимально урезанный Core i7. Движку игры ей ядра вообще не интересны, а без них и гиперпоточности большие кокосы не дерутся за место на конвейере и работают на полную. Но есть и третий подход к разработке игр, который можно назвать староконсольным. Он хорошо заметен в Forza Horizon 5, которая изначально затачивалась под 8 однопоточных ядер Xbox One. Поэтому урезанный до 8 быстрых ядер Core i7 без гипертрейдинга здесь снова в лидерах. Портируя игру на ПК, Microsoft позволила движку использовать более 20 потоков, но сделала это криво. Поэтому в стоке директор потока старается не использовать многопоточность и не зря. Вариант с 8 быстрыми ядрами и гипертрейдингом оказывается самым худшим по FPS. Хорошо заметна тесная связь Microsoft с Intel. Движок игры способен нагрузить почти все ей ядра. Но по факту ему это не нужно. В режиме без гипертрейдинга отключение энергоэффективных кокосов только увеличивает FPS. То есть движок неправильно переносит на них нагрузку. Смог удивить порт Last of Us. Игра получилась крайне тяжелой и сильно нагружает любые процессоры. Однако здесь директор потока возвел в абсолют свою нелюбовь к гипертрейдингу. В стоке P ядра грузятся до 100%, но их виртуальные потоки при этом совсем не используются. Поэтому отключение многопоточности никак не влияет на FPS. А вот энергоэффективные ядра лучше не выключать. Движок действительно на них опирается. При этом даже обрубленный до 8 быстрых потоков Core i7 все еще отлично тащит, выдавая под 150 FPS в среднем. Дальше на очереди Metro Isход. Игра с поддержкой APO. Это фирменная технология Intel, которая умеет на программном уровне рулить процессорами с разнородными ядрами в поддерживаемых играх. В чем разница с директором потока? А Шеут его знает. На деле работа APO выглядит весьма своеобразно. В метро вообще не используются E-кокосы. Игра опирается только на большие ядра. Более того, при активных E-ядрах директор потока не использует гипертрейдинг. И это снова правильно. Без него FPS намного выше. Война Мирова в Z. Еще одна игра с поддержкой Intel APO. К тому же работающая на низкоуровневом вулкан, что в теории могло улучшить раскидывание нагрузки по ядрам. Но на деле игра, как и Far Cry, использует только 12 потоков. А общая картина загрузки ядер очень похожа на проект от Ubisoft. В стоке директор потока по классике отказывается от гипертрейдинга и снова не ошибается. Виртуальные потоки грузятся подряд и просаживают FPS. Работа APO вообще незаметна. Ровно как и в Far Cry грузятся 4Е-ядра. Но движку от этого ни холодно, ни жарко. В итоге 8 быстрых ядра решают. Но в любом случае игра достаточно нетребовательна. И любые конфигурации процессора выдают под 400 FPS. Если с рабочими задачами прослеживалась четкая тенденция, то в играх кто во что гораст. Технология APO откровенно не работает. Директор потока не любит гипертрейдинг и старается нагрузить Е-ядра. В среднем по больнице можно сделать один вывод. Абсолютно всем проектам хватает 8 быстрых ядер Raptor Lake на 5 ГГц. Прирост от многопоточности энергоэффективных кокосов часто приходится искать под лупой далеко за 100 FPS. Отказ от гипертрейдинга действительно имеет смысл. Там, где виртуальные потоки работают, они практически везде снижают производительность. А вот с Е-ядрами сложней. В старых играх, без оптимизации под разноядерную архитектуру, директор потока дает на энергоэффективные ядра низкую нагрузку, что или не влияет на FPS, или минимально его просаживает. А вот в современных проектах энергоэффективные кокосы действительно могут бустануть производительность. И скорее всего в будущем такая тенденция сохранится. В итоге, если свести все 4 конфигурации и 6 игр в одну таблицу, приняв за 100% самый худший результат, то в лидеры выбивается версия процессора с большими ядрами, без гипертрейдинга и энергоэффективными кокосами. Поэтому подход Intel с отключением виртуальных потоков выглядит логичным. Большинству игр до сих пор с головой хватает 8 кокосов. Им важна высокая производительность на Герц. А будущие Arrow Lake, по слухам, будут еще на 30% быстрее в однопотоке. Компенсировать просадку в рабочих задачах из-за отключения многопоточности можно увеличением числа небольших и дешевых ей ядер, что Intel уже продемонстрировала при переходе от 12 к 13 поколению, добавив даже младшим Core i5 по 4 энергоэффективных кокоса. В итоге, замена многопоточности на ей ядра – это отличная альтернатива для всех типов задач. Разумеется, всю правду мы узнаем только на релизе нового сокета Intel, который, по слухам, произойдет в конце этого года. Следите за новостями вместе с нами в нашем телеграм-канале. Там не только новости, там и дополнительные сеансы связи. Ссылочка в описании. Небольшое объявление для постоянных зрителей канала. Скоро вы увидите еще одного ведущего здесь, на этом канале. Я нашел колоритного и талантливого парня. Если вы встретите его тепло, он станет частью МК. На связи был Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok